Я Ахмед Арсаев, я являюсь старшим финансовым менеджером фонда имени Шериха Зайда по поддержке предпринимательства и инноваций. Ахмед, ну вот ваш фонд, он достаточно недавно на рынке существует, и я так понимаю, что уже занимается финансированием сделок, ну можно сказать, что по принципам, соответствующим шариату, правильно? Да, мы существуем уже чуть больше года, и уже профинансировали ряд проектов по принципам исламской экономики. То, что нам известно, вот вы выступали в Москве, в Казани, значит фонд работает только на территории Чеченской Республики, то есть финансирует предприятия на территории региона. Есть ключевые направления сферы финансирования, сельское хозяйство, логистика, да, какие еще сферы? Также туризм, производство строительных материалов, строительные услуги, растеневодство, животноводство. То есть ряд отраслей, которые были определены нашими консультантами, которые наиболее приоритетны для развития экономики нашей республики. На самом деле, вот от лица сообщества, которое занимается развитием исламского финансирования, хочу сказать, что это такая очень приятная новость, что вообще фонд такой существует, и очень хотелось бы увидеть такие фонды в других регионах. Вот, как вы думаете, насколько это возможно, ваш опыт как-то перенимать, или все-таки это такой частный случай, который вот уникальный? Ну, честно говоря, тяжело судить, я надеюсь, что это первый проект, но не последний на территории Российской Федерации. Конечно, опыт, мы воспользуемся опытом наших коллег из Дагестана, Татарстана по исламским продуктам, и надеемся также, что в дальнейшем подобного рода проекты будут реализованы на территории данных республик. Но ведь наши коллеги, ваши коллеги, да, с Татарстана и Дагестана, они как раз-таки в меньшей степени финансируют бизнес напрямую, да, то есть вы же напрямую входите в капитал, либо даете инвестиции, проектное финансирование, они же больше занимаются торговыми операциями, то есть в чем их опыт вам помог? Ну, их опыт нам помог, в первом, ну, сначала я хотел бы сказать то, что мы также предоставляем рассрочку, да, то есть мы используем и продукты, которые и они используют. К сожалению, им невыгодно использовать мушароку, да, в связи с тем, что они являются коммерческими организациями, мы же, в свою очередь, являемся некоммерческими, и мы можем себе позволить брать на себя риск. Но в любом случае, они нам в каких-то вопросах по шариатской экспертизе, мы к ним обращались, и они нам советовали, как лучше тот или иной момент использовать, и как лучше, с точки зрения шариата, как лучше поступить. Какая доля у вас, вот, рассрочки, там, той же Мурабаха, да, и какая доля мушарока и проектного финансирования? Ну, у нас, в связи с тем, что мы финансируем в большинстве своем стартапы, соответственно, у нас преобладает доля именно мушароки, мударобы, да, потому что Мурабаха тяжело финансировать данные проекты. Но сейчас доля Мурабаха также растет, так как мы стараемся при возможности использовать данный продукт, потому что он несет меньше рисков, да, для нас. И, если говорить в процентах, то, ну, это порядка в 80% у нас сейчас портфель составляет мушарока и 20% Мурабаха. Ну, и вот, напоследок, можете дать какие-то цифры, да, то есть объем финансирования, срок финансирования, там, какие-то ожидания по доходности, минимальные требования, плюс, может быть, требования к проектам самим перечислить карту? Ну, объем финансирования для стартапов у нас сейчас номинально ограничен 3,5 миллионов, для действующих, нет, до 3,5 миллионов, для действующих предприятий у нас лимит до 6 миллионов, срок финансирования до 4 лет, включая до 1 года льготный период. Соответственно, по доходности у нас, ну, ожидание порядка 20% до доходности от суммы, которую мы предоставляем. Но, опять же, это у нас достаточно в индивидуальном порядке все рассматривается на данный момент, то есть в зависимости от проекта. У вас процент доходности для фонда, для инвестора или общая доходность проекта? Для инвестора. Достаточно высокая. Ну, мы берем на себя риски, правильно, то есть это соответствующее. Даже если говорить о данной доходности, как бы, если сравнить с традиционными продуктами, которые предлагаются в нашей республике, то это достаточно конкурентоспособный продукт. Хорошо, если компания еще не работает в Чеченской республике, но хочет туда заходить, неважно, со своим продуктом, со своей идеей, со своим бизнесом, она может с вами работать? Или все-таки должна быть компания изначально, скажем так, исторически быть связана с Чеченской республикой? Конечно, она может с нами работать, просто необходимо будет зарегистрироваться на территории Чеченской республики, будем рады с ними сотрудничать. То есть открыть филиал и дальше уже работать? Да, да, без проблем. Хорошо, спасибо большое за полезную, интересную информацию. Мы надеемся, что у вас будут позитивные, правильные, халяльные проекты, и вы, в свою очередь, поможете таким образом развитию бизнеса в вашей республике и будете примером для других регионов. Спасибо вам большое за пожелания. С вами алейкум. Алейкум, алейкум, алейкум. Спасибо.